СМЕРТЬ Иногда за повседневными заботами и делами мы забываем, что жизнь — это подарок от Господа, и она прекрасна. И только когда смерть начинает дышать в затылок, приходит осознание важности этого удивительного для нас Божьего дара. Угроза смерти превратила беззаботную 16-летнюю Ксению Мысову во взрослую, серьезную девушку. В столь раннем возрасте, на собственном опыте, ей довелось узнать, как бесценна жизнь. В ноябре 2011 года Ксения обратилась в больницу с жалобами на сильные боли в области живота. Мне поставили диагноз «эрозия», а потом выявили опухоль, и врач сказала, что у меня рак. Первое, вообще, ну, мое состояние такое сначала, я не поверила. То есть, ну, говорю, как это, это не может случиться со мной. Мне всего 16 лет, и как так, что моя жизнь обрывается на этом? Ксения безнадежно смотрела на встречу завтрашнему дню. Она не знала, наступит ли это завтра для нее. Я сидела, плакала, но при родных, конечно, я старалась всегда держать себя, ну, таким крепким орешком. Но это было просто... Я даже думала о том, что, ну, я не хотела жить, я хотела покончить жизнь самоубийством. У меня были эти мысли, и я не хотела учиться, уже ничего, мне не надо было. Я думаю, зачем, смысл мне сейчас что-то делать, если я в будущем, меня не будет в будущем. Вот мое настоящее, что будет завтра, никто не знает. Все мои подруги там, кто-то занимался спортом, кто-то еще чем-то, кто-то там планировал куда-то поступать. Я ничего не планировала, я ничего не хотела. Юлия, мама Ксении, узнав о болезни, старалась всячески поддержать дочь. Когда она меня уже посвятила в то, что у нее опухоль, которая очень быстро развивается, я была просто в стрессе. Знать, что твой ребенок в 16 лет просто реально умирает. Это было такое состояние, я ей говорила, говорю, Ксюша, ты понимаешь, что только Господь сможет тебя сейчас вытащить. Я говорю, я готова заплатить деньги за лекарства, за операцию, все, я найду эти деньги, я все сделаю, но ты пойми, что только Бог. Она соглашалась, кивала, но я видела настолько у нее безразличие ко всему. Видно было, глаза потухшие. Мама Ксении является прихожанкой по местной церкви, пастор которой давний друг их семьи. Узнав о том, что случилось с девушкой, он пригласил их поехать на Крусейд и евангелиста Владимира Мунтяна, который проходил 7 июля во дворце спорта города Киева. Он сказал, я не могу вам настоятельно рекомендовать, я могу вам только предложить, выбор за вами. Хотите, езжайте, есть вот такое служение, исцеление, оно реальное, действительно. Я приехала домой, говорю, Ксюша, так и так, что будем делать? Она подняла мне глаза, говорит, мы едем. Мне уже на тот момент, как бы, уже прошло достаточно длительное время с моей болезнью, и я была готова умирать. Ну, мне было абсолютно, как бы, ну, попытка, не пытка. С маленьким огоньком, едва теплившейся надежды, Ксения и ее мама приехали на Крусейд в Киев. Мы приехали на Крусейд, и это было, действительно, это было потрясающее служение. Я, наверное, волновалась больше ее. Меня просто вот так вот трамарило. Я наблюдала за ней краем глаза, смотрела, что с ней, как она. Только началось собрание, началось прослаление, и Бог настолько сильно меня коснулся, что я даже не могла ожидать. Я никогда в жизни, ну, не испытывала такого присутствия Бога в моей жизни. Я начала рыдать, я даже не могу передать то чувство, что вот со мной происходило, потому что это было невероятно. И я, как бы, ну, я же, я же отрицала Бога. Я думала, как так, как Он меня касается. Я говорю, Бог, я хочу, чтобы Ты еще больше и больше касался меня сейчас здесь. И я стояла, плакала. Очень долгое время пока шло все прославление. И потом меня настолько сильно коснулся, я прям почувствовала, как Дух Святой начал по моему телу вот ветром ходить. Я чувствовала его. И я просто сорвалась и побежала вниз. И я хотела выйти на сцену. Было очень много народу уже на сцене в тот момент. Пережив прикосновение Святого Духа и видя, как Он касается Ксении, Юлия наполнялась верой, что ее дочь вернется домой здоровой. Как вдруг случилось непредвиденное. И так как этого требуют, там они стоят, ждут. Мы должны это сделать. И я вам скажу, друзья, дорогие, не будем расстраиваться. Представьте, как я расстроен. Вы можете себе представить? Мог бы быть расстроен, но я не расстроен. Потому что я знаю, что Бог, Он любит каждого человека здесь сидящего. И Бог все контролирует. И значит, это нужно. Значит, это нужно. И я знаю одну вещь, которая работает всегда в моей жизни. И она сработает и в твоей. Бог зло оборачивает в добро. И Бог использует для нас все. Дьявол сходит с ума, потому что этот зал сегодня забитый, потому что в фойе кругом люди, в проходах стоят люди. Конечно, сатана будет сходить с ума, но ему конец. Давайте встанем сейчас и поблагодарим Бога за все. И примем просто даже этот момент от Него. Мы скажем, Господь, мы знаем, что все от Тебя. И за всем все равно стоит Твоя рука. Когда объявили, что все окончено служение, мы должны быть послушными, мы уходим. У меня сердце упало камнем вниз. Она бежит ко мне. У нее вот такие квадратные глаза. И я понимаю, что для нее это все. Мне было так хорошо. И тут резко объявляют, что собрание срывается. Что все, сворачивайтесь, да, не заложена бомба. И нас начинают выгонять. Я поднимаюсь назад наверх на свои места. И в этот момент я понимаю, что я не уйду отсюда. Ничего не получил. Отчаяние толкнуло женщин на смелый поступок. Сквозь толпу людей и ряды милиции, преграждавшие дорогу к сцене, они решили пробраться к служителям, молившимся там за исцеление. Она подходит ко мне, смотрит на меня и говорит, «Мам, вот там стоит женщина-служитель. Она будет за меня молиться. Пойдем со мной». И мы пошли. Мы начали спускаться, а в это время полиция уже стояла. Шла толпа людей к выходу. Мы пробирались через эту толпу. Полицейские нас пытались остановить. Мы вот так вот отмахнулись вперед. Мы пробрались к этому служителю, к девушке. Подошли. Она начала молиться. И я поняла, что все, что что-то происходит. Она обняла меня так просто. И мы с ней локотились на колонку. И она настолько, она так молилась. Она просто прикоснулась ко мне. И вот ее объятие, у меня было такое чувство, что меня сам Бог обнимает. И такая вот, и от ее, вот я слышала ее голос как-то, он у меня шел на втором плане. И от ее голоса, вот просто, и вот это прикосновение духа. Я стою еще больше плачу. Я так уткнулась на нее, у меня слезы текут. И она стоит и молится. У меня было такое чувство, что она прям переживает мое состояние. Потому что это вот такая молитва была. И она и меня касалась. И я плакала, плакала. Когда мы вышли в холл, я посмотрела на нее. У нее было другое лицо. То есть оно реально видоизменилось. Какая-то, она, жизнь, жизнь появилась в глазах. Дома счастливые и вдохновленные Ксения и Юлия пошли в больницу, где врачи после тщательного обследования выдали заключение. Полностью здорова. Приехав домой, мы пошли сразу к врачу. И врач говорит, что я полностью здорова. Врач посмотрела, говорит, о, как все прекрасно. Я давно такого не видела. Она нам выписала справочку с полным описанием всего, что там все настолько чистенько, настолько все хорошо. Потом мы пошли к главврачу, и нам составили заключение врачебной комиссии, что она абсолютно здорова. Вообще нет ничего. Для меня раньше все вот эти исцеления и какие-то там изменения жизни человека, я думала, что это все фикция, что такого не может быть. Сейчас вот я сижу здесь, и я сама это пережила. И никто меня уже не переубедит, что есть что-то сильнее Бога. Бог мне дал такую веру, что мне порой кажется, что моей веры хватит на весь мир. Слава Богу ему. Пережив сверхъестественное чудо в своей жизни, Ксения стала свидетельствовать о нем в своем поселке, а также за его пределами. Но ей так хотелось, чтобы об этом узнал еще один человек – женщина, которая молилась за нее во время Крусейда. Через несколько месяцев состоялась эта долгожданная встреча. Мы познакомились с ней, это была пастор Таня Матвеева. И она является тем человеком, которого я никогда в жизни не забуду. Она как родным человеком стала для меня. И я благодарю Бога, что это была именно она, потрясающая женщина. Сегодня Ксения и ее мама Юлия – частые гости в Духовном Центре Возрождения. Пережив здесь однажды настоящее Божье чудо и реальное прикосновение Святого Духа, они постоянно приезжают вместе со своим пастором Александром Печугиным на все мероприятия Церкви. Я благодарю Бога за то, что я попала в такую прекрасную церковь, в Духовном Центре Возрождения, где я действительно почувствовала Духа Святого, Его присутствие. Иметь личную связь, личное знакомство с Богом – это непередаваемое, это потрясающее чувство. Я благодарю Бога за эту команду, я благодарю Бога за это место, за их посвящение. Я просто вот смотрю, это такой пример реально посвящения, такого я еще нигде не видела. Здесь я увидела движение Бога, реальное, живое движение Бога. Я так благодарна, я так хочу принести это туда, где мы живем. Я хочу, чтобы те люди, которые ходят вокруг нас, они имели этого живого Бога, чтобы они имели это спасение, чтобы они имели эти исцеления. Вот это помазание, я верю, что мы туда понесем. Слава Богу, за это место, за этих служителей я очень благодарна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова